господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 922 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 25 июня 2018 года скинули момент важно показать как церкви искажается евангельское обучение присяга ставленника перед рукоположением сам иерея я многогрешный диакон ими призываемый ныне к служению ирейскому обещаю и клянусь перед всемогущим богом и святым его крестом и евангелием что при помощи божией всемирно буду стараться проходить свое служение во всем согласно слову божию правилам церковным и указанием священноначалию богослужение и таинство совершать с усердием и благоговением почти на положению церковному ничего произвольно не изменяя учение веры содержать и другим преподавать по руководству святой православной церкви святых отец уверяемое попечение моему душа охранять от всех ересей и расколов и а заблудших вразумлять и обращать на путь истины и спасения проводить жизнь благочестивые трезвенную от суетных мирских обычаев устраненную в духе целомудрия смиренно мудрия и кротости и своим добрым примером руководствовать других их благочестию молитвенно и каноническое общение с лицами не принадлежащими православной церкви или находящимися в расколе не входить ни в каких политических партиях движениях и акциях участия не принимать без воли своего архипастыря место служения куда буду определен не покидать и самовольно никуда не переходить во всяком деле служение моего иметь в мыслях моих не свою честь интереса или выгоду но славу божию благо святой русской православной церкви и спасение ближних в чем да поможет мне господь бог благодатью своею по молитвам пресвятой владышецы нашей богородицы и всех святых в заключение моего клятвенного обещания целую святой евангелий крест спасителя моего аминь верность данной присяге свидетельствую в чем и подписываю ставленник фамилии имя отчество мной исповедан и приведен к присяге ставленник при открытии его совести препятствий к положению его в сан иерея не имеется духовник число проще после принесения присяги ставленник целует святой крест и святое евангелие и подписывается под текстом присяги присягу заверяют своей подписью архиерея или священник который по благословению архиерея принимал присягу беда пойдет за бедой и весь за вестью и будут простить у пророка видение и станет учение у священника и совета у старцев езекииля 7 26 интересно между главой и стихом точка запятой это вообще даже не выскажешь никогда человек да двоеточие должно быть а точка запятой там где отделяется уже глава стих прошли ну а дальше тут видимо кто-то подписал я здесь не вручаясь ни за одно слово кроме слова божия мне скинули тут итак для вас священники это заповедь если вы не послушаетесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь сову то я пошлю на вас проклятие и проклину ваше благословение и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце вот я отниму вас плечо и помет раскидай на лица ваша малахия 21 3 всех пастырей твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посоромлен за все злодеяния твои или имеет 22 22 юлия соботина ужас вера метрохина мир всем братьям и сестрам посмотрев роли хочу сказать этот священник моего района вы знаете что я сейчас поменяла работу чтобы служить господу и не молчу когда разговаривать со священниками и мне нужны ваши молитвы так как я одна против своих священников молитесь за меня вера пишет этому священнику виталия уже много что говорили и не смогу молчать и с благочинным и иоанном был разговор о его священниках ксения юрова мир всем да вера этот ролик совсем не похож на те которые тебе отец виталия отправляет виталий калиников молитвами святых апостолов и жен мироносец мария магдалины да будет плодотворно благовестия веры во славу христа спасителя ксения аминь вера я ксения рассказывала о нашем разговоре с батюшкой а теперь понимаю что своими sms его и обречала не зная всего елена фаур какой ужас мерзость виталий бедность не порог пословица гласит порочным и ленивым оставишь и лазейку и нежится и тешится природный паразит не пашет вовремя и ревностно не сеет отходит он в хоже ненужным к нему за помощью никто не постучится в его жилище вход нуждающимся сужен запачканного здесь не преобразует чистых есть нищета телесная причины есть тому нужда пожар воры и ограбление властью заплаты нет хотя бы починить сумму и мало кто житьё таких сумел подпластью татьяна капустина и далее чё жирным строкой бегущий праздничный обед хотя трудясь так редко просыхает и не даётся грамота приходится карпеть вы видели таких не раз они слыхали так помогите же ослепшие в богатстве услышьте же оглохшие от вопли не принуждайте алчущих вновь за дубины бы взяться внезапно революция и ваш гарем потоплен но в бедности телесная разбогатея духовная и стараться на молитву писание исследуем провозгласят богатым уже не ради хохмы твоим столом потянутся за истинный следом бедность не порог нам и стирай порог мы с соломона мудрости духовной спросили и столько заготовили своим потомкам впрок и незнакомым только но для всей россии с любовью уделяй по малому и в малом рука твоя дающая никак не оскудеет в паломники пробьёмся со вселенским павлом обогативший мир по плоти был так беден обогащает бог и в бедности богатой найди себя беднейшим и разорись на них есть жития примеры богатство вдруг подкатит мы слышали и видели не только лишь из книг помогите пожалуйста смысл прояснить четверостища которая выделена жирным о чем речь игнатия тихоновича бить нет на связи ксения юрова попробую изложить свое понимание этих строк строкой бегущий праздничный обед это редкие мгновения отдыха праздников без рассусоливания хотя трудясь так редко просыхают означает хотя трудится в поте лица но не может позволить себе отдыха труд его не ценится не оплачивается по достоинству мы видели таких и перед глазами олицетворение володя пащенко я тогда сразу ставлю еще одно стихотворение сбежавший раб онисин заскочил быть может с голоду к апостолу в темницу он филимонов раб удачливо словчил оборвал хозяина сбежал как раз столицу всего что дальше там произошло великое ли тогда считалось кража но в камере тогда раздалась друг шалом раб проигравшийся в лохмотье был обряжен проигравшийся в лохмотье именно подробности ушли свидетелей и нет но к филимону павел пишет письмецо и был ли после крохотный ответ а сам-то павла вдруг одет весон речь первая и первая беседа наедине быть может и в ночи но разбежавший явно непоседа сам предложил быть может тот почин вновь возвратиться к брату филимону просить прощения и свой восполнить долг что за гроши а может миллионы без обращения к христу какой был в этом толк лука в кредит тем более он скрыт на павле долг на свой счет переводит считай на мне и погасил у филимона прыть добавил к месту самим собой ты должен вроде беседы заполнишь молитвы до рассвета коснулись сердца грека бедолаги все плевела ненужные господь отсел осталось золото и церкви божьи благо настал момент отчета новой даты не разобрать кто выше раб рабов владелец на старую одежду не новая заплата неведомо куда мехи худые делись и высветилась истина и воссияла немощь бога иегова так велик в молиться малейших от ржавчины так ощущает мелочь я возвратился брат родной совсем не здешний 3 9 года 2000 от 9 сентября то есть 3 сентября 2010 года это уже это последнее время я писал стихи 9 лет стихи писал и теперь бросил ни одного стихотворения далее не пишу ну и наши ресурсы как всегда показать бы чтобы знали вот в первую очередь мой любимый мой мир истинно я его люблю и но ничего ставить на нее не могу возможности нет а это у меня письма президенту жду какое решение суда будет и сразу примемся за письма писать вот ленточный это означает наш форум православный хороший 1600 тем но и 11 тысяч пятьсот роликов 580 кажется вот тут можно посмотреть увидеть что тут есть такое сегодня много тоже выставил то есть очень очень богатый материал его свете библии еще оттуда брать не могу до этого я брал вот вопрос и ответы 4124 никак здесь невозможно каждая минута считается я остаюсь ни с чем так что больше ну понятно вчера день был понедельник мы с батюшка мне купил красной краски мы с володей поехали на первый мостик и ограждение там красным светом где слиняло алёша дал мне кисточку наждачную бумагу и все прочистил и в это время звонок володя разговаривает а я ему ты не разговаривай потому что внизу вода течет уронишь телефон он пропал навсегда он вдруг соскакивает ко мне подходит и говорит там звонила председатель сельсовета и на телефон иначе у них свет выключает я пришел кое-как связались игры приезжайте в гости то посмотрите своими глазами но у нее шофера нету но мы никак не можем никак никого виктора нету савченко и машина стоит не надо оформлять и не просто это все такое вот на это время было потрачено потом вернулся и володя спрашивает чем меня-то занять то они по поле там чеснок пропалывают я приспособился немножко побыл пополол подергал траву вот а в это время володя и говорит там крот появился на картошке на нашей портит сильно где хрен еще пошел нужны мне фанерки они у меня лежали пачкой их нету это все днем до обеда но взял 4 капкана пошел все нашел портнул поставил плоховато поймается не поймается надо сейчас идти проверять такое дело брат проверять надо идти вернулся а дальше тут после уже обеда где-то маленько покосить володя косит я тоже тут посмотрели у нас полу сильно наклонился на веранде что делать с какой стороны заходить решились наружи там поленится там доски длинные все это убрать оторвать нужно где доски начал собирать домкраты замок не открывается в гараж но все-таки я ползал там траву рвал а этот володя искал и наконец я ему замок новый дал открыл он тот новый повесил вот это все это там стоит бочка с пшеницей для голубей бочка большая давай вытаскивать выгребать ну как делать позвонил батюшки батюшка пришел стали сайт изнутри пол вскрывать или с той стороны поднимать все-таки остановились что с той стороны но фактически у нас уже до лёша дает тоже андрей дал свой домкрат потому можем там убрать книги на пол они тяжелые книги тоже дают и будем или не будем сегодня но подошло вплотную или ждать когда больше будет он прогнивший надо отпилить вот такое дело и там камни под них завести заводить фундамент это вряд ли мы сумеем у нас не с цементу и чего тут нету вот это уже к вечеру мы успели высыпали 8 на 8 мешков чтоб поднимать и все подняли на чердак где у меня голубят не номер два калашниковский дом там это володин теперь маленько погодя я все тут разделся весь мокрый ну пропотел и звонок оказывается воскресенье алексей устинов говорил программу для молодежи и решил скачать на этом недолго у тебя а то вот тут новые аппарат он записывает столько ну прям вы намного дольше три с половиной гигабайта он на 3 заходки только сумел приносит флешки там и и вмещается куда-то начал рассовывать там что на них было нужно если по документам это вот один день события за день сколько пришлось ездить привозить и прочее ребятишки еще до обеда работали лег спать в это время кто-то названивает кто неизвестно чего спать не дает телефон бьет и бьет кажется 96 оканчивается днем один звонит во время обеда я с астрахани сергей ну и что ну вот к вам нельзя так я сразу по голосу вижу одиноки а что ты тут будешь делать ну помогать или что-то да нет еще не будет кроме неприятностей все больше не звоните молодым предпочтение с детьми отдается нас с ними родители тут уж никуда возьмут но таковых на данный момент нету готовимся к восьмому июля к крещению счет тут уж осталось меньше двух недель ну вот так события одного дня отошел смешив Talk ну июляк ну июляк ну июляк Продолжение следует...